В средней школе номер 28 получают образование более тысячи учеников. Ребята здесь мотивированы и не понаслышке знают, что такое дисциплина, ведь именно это учреждение является родоначальником традиции формирования кадетских классов. Но кроме этого, у этих мальчишек и девчонок есть возможность изучать интересующие их предметы на повышенном уровне. В средней школе номер 28 существует несколько профильных классов, одним из самых молодых является лингвистический. Четвертый год мы работаем с классами лингвистического направления. Это классы при Белорусском государственном университете физической культуры и теперешнем нашем институте Конфуция нашего университета Прескова. Это и изучение китайского языка, изучение на повышенном уровне английского языка. Есть дети, которые занимаются с итальянским языком. За такой непродолжительный срок изучения китайского языка у учащихся уже есть неплохие результаты, которыми можно гордиться. В прошлом году я получила стипендию китайского посла за то, что я участвовала в конкурсе, который называется «Китайский мост». Я рассказывала о себе, о своей поездке в Китай и отправила это видео на конкурс. За это я получила стипендию китайского посла. Выучить китайский язык задача не из простых, а потому без современных методик и техник здесь не обойтись. На столах у пятиклассников разноцветные карточки, с помощью которых они переводят иностранные слова, обозначающие определенный цвет. На протяжении всего урока дети внимательно слушают учителя, старательно произносят слова на китайском языке и наперебой отвечают на вопросы. Это не стандартный язык, его можно назвать именно таким образом. Почему? Потому что это не английский и немецкий, где мы можем просто выучить слово и на этом мы закончим. Мы выучили, как произносится, как пишется. Здесь же нам нужно запомнить черты, иероглифы, произнесение по спинению и перевод. Когда мы говорим про начальную школу, особенно второй класс, они воспринимают информацию лучше в игровой форме. Это, допустим, им хорошо усваивать информацию, именно какие-либо структуры, когда мы говорим о песне. Именно песни китайские вполне достаточно в открытом доступе. То есть они слушают там красивые картинки, они повторяют. Мы пишем пенение на доске, вначале тренируем его, а потом они уже в песне спокойно могут за урок выучить какие-либо конструкции. Сделать урок интересно помогают не только дополнительные материалы, новые методики, профессионализм учителя. Немаловажную роль в этом играет и мотивация учащихся. Мне хочется поехать в Китай, чтобы увидеть там национальность, людей, поразговаривать с ними. У меня мечта стать переводчиком, переводить китайский и английский язык. Пошел на китайский, мне очень было трудно. Но потом я начал чуть-чуть его понимать, и мне он понравился. У меня проблемы над произношением, я их пытаюсь убрать. Но у меня мечта поехать в Китай, увидеть там большие небоскребы и жить там. Хочется верить, что мечты этих ребят обязательно сбудутся, ведь они так старательно идут к своим целям.